Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и сегодня у нас ответы на вопросы по игре Last Day on Earth Survival. В общем-то, сегодня мы затронем сначала фейсбуковские вопросы, фейсбуковские вопросы никто не показывал, а потом уже пробежимся по ВКонтакте. И я еще покажу очень интересные штуки, которые я придумал. Ну, в общем-то, придумал я, понятное дело, из ответов разработчиков. Ну что, ребят, ставь лукас, подписку, колокольчик и поехали. И, кстати, ребята, внизу под этим роликом находится моя группа ВКонтакте. И те ребята, которые хотят опубликовывать новости, могут их опубликовывать в предложку. И вот, в общем-то, по завершению месяца, может быть, наконец-таки ты станешь модератором моей группы. Потому что люди некоторые закидывают новости в мой паблик и потом куда-то пропадает. Я не знаю, очень много людей прикольных, очень много новостей и самые прикольные новости я все время опубликовываю. Поэтому давай, давай, чувак, я знаю, ты сможешь. Ну, а сейчас поехали, поработаем по ответикам. Итак, что я могу вам рассказать, что я вам могу рассказать? Фейсбук. Ну что, сегодня у нас, как обычно, среда. Но, к сожалению, сегодня четверг. Я вчера просто не успел. И у нас колонка «Спроси команду». Если вы новичок, ознакомьтесь с нашими правилами. Ну, я уже заколебался, блин, в каждом ролике говорить про эти правила. Поэтому мы сразу начнем. Почему вы не добавляете в нашу базу деревья, траву и природу? Мы планируем добавить такую функцию. Мы хотим, чтобы деревья и другие растения со временем возвращались. Это на самом деле прикольно. Потому что, когда, получается, вы заходите в дом, ну, в свой дом, у вас там уже все вырублено. И, по-моему, у всех все вырублено, насколько я знаю. Я же думаю, что, по-любому, вы уже почистили всю свою территорию. И, по-любому, уже настроили там кучу всяких фундаментов, кучу всяких стен, вознесли. И уж всяко никто не оставлял в первоначалку деревья. Это если вот вы второй раз уже развиваетесь, то, скорее всего, возможно, вы оставите эти деревья. Дабы просто, чтобы у вас была какая-то красота в вашем доме. Ну, а те олдфаги, которые играют в игру «Las the universe survival», вот напишите в комментариях. В любом случае, вы все собрали, все, что можно было, и все, что вырубили. А разработчики очень классно придумали, что хотят, в общем-то, сделать такую фишку, как чтобы это все у нас возвращалось и вырастало заново. Ну, а в принципе, для чего это надо? Хотя я зашел в игру, да, у тебя нет времени, но ты хочешь что-то пособирать. У тебя, допустим, банально не хватает чуть-чуть травки на рюкзак. Камень хотя бы туда тоже можно волкнуть. И дерево, чтобы срубить. Там даже срубил чуть-чуть дерева, пошел, сразу в печку закинул. Только если ради этого. Второй вопрос. Можете ли вы починить наш автомобиль на базе? Я имею в виду, почему он там? Почему вам это нравится, да? Будет возможность удалить его нафиг с базы. Блин, ну зачем удалять с базы? Мы хотим, чтобы его можно было починить. Почему его реально нельзя починить? Я вот лично, если у меня был бы выбор ездить на пикапе или гонять на байке, я бы выбрал пикап. Пикап, он, мне кажется, был бы вместительный, больше пользы приносил. Не знаю, мне нравятся здоровые американские пикапы, где впереди диван такой, можно втроем сидеть. Но, скорее всего, как уже об этом и говорили разработчики, просто введут такую тему, что можно будет его убирать и все. Можете ли вы использовать функцию увеличения или уменьшения масштаба? То есть, как это делается на мобильных устройствах пальчиками. Таким образом, мы могли бы видеть очень ясную картинку с окружением. Особенно, допустим, когда мы в новой локации. И, понятное дело, что такого нет и не будет. Почему? Рассказываю. Представляете, вы сходите в новую локацию, таки, хоп, отдалили и посмотрели, где зомби ходят, где чуре спается, где сундуки есть. Ну, это бред, реально. То есть, вы всегда... Это как чит. Для этой игры я считаю, что это реально чит. То есть, представьте такую картину. Вы зашли в рандомную локацию, как обычно. Она же рандомная, генерируется. И вы, допустим, вам нужно только медь. Вы зашли в зиму, особенно в зиму. И вы не хотите тратить зимние вот эти шубы всякие, фуфайки, валенки. А вы хотите просто фармить медь. Вы такое отдалили. Ага. Такое смотрите. Один-два зомби убиваете, всю медь сфармите и уходите. Это только ради этого, по-любому, запретили. Потому что, ну, слишком легко будет играть. Есть ли у разработчиков какой-либо план по созданию этой удивительной игры на ПК или консолях? Таких, как Xbox и PlayStation. Да, у них есть такие планы. Как только у них будет свободное время, они обязательно это сделают. Я думаю, что, конечно же, люди будут как-то играть в эту игру на консоли или ПК. Я бы тут вообще сейчас на 20 минут сидел бы и разглагольствовал. Объясню почему. Первое. Мобильные игры от компьютерных отличаются как раз таки вот этими вот ходами, заманухами на донат и так далее. В любой PC-игре, и тем более уж консольной, консоль вообще в этом плане очень классно сделана. У нее игры все дорогие, нахрен вообще вспотеешь. Но зато там никогда ничего не надо покупать практически. Я не говорю, что во всех играх. То есть приставочные... Ну и на PC тоже, по идее, то же самое. То есть, либо они будут продавать Элдой по какой-то цене, но тогда вы будете в игре бесконечно перемещаться и фармить. Но если это появится, тогда я тоже пойду на ПК играть. А если перенести ее на ПК и типа... Ну зачем запускать целый компьютер, чтобы так же ждать по 30 минут? То есть эта игра не зайдет. То есть механику нужно будет в любом случае менять. Вы представляете, вы включили компьютер, зашли в игру Элдой, нажали «Пойти» и сидите 30 минут, ждете за компом. Да это бред. Это время таких игр пройдено, как браузерки, допустим. По-любому уберут там таймер тогда. А чтобы таймер убрать, тогда это минус донат. То есть концепция игры этого же не позволяет, когда все люди пойдут на ПК, заплатив там 300-500 рублей, хотя это тоже интересная игра за 80 мегабайт. Для меня это очень тяжелый вопрос, даже для меня. Я не знаю, как это будут разработчики мутить. Мне кажется, в скобочках никак. Пятый вопрос. Можем ли мы посетить базы наших друзей без радиовышки? Может быть, забрав там предметы или просто сказать чуваку «Здорово!» Типа «Привет!» Да, можем ли мы поместить базы наших друзей без радиовышки? Может быть. Забирать предметы или просто сказать «Привет?» Конечно. Интересно, да? Такой простой ответ. Конечно. То есть смотрите, фишку вам рассказываю. Один открыл. Один открыл. А-а-а. Ну-ка, может быть, пойдем в игру? Мне... Я до сих пор не понял, как это будет выглядеть. Смотрите. Чувак живет здесь. Вы живете здесь. И вы знаете об этом, то, что там и там вы живете. А как без радиовышки вы сможете сюда ходить? Значит, скорее всего, будет какая-то зона. Общая зона, где все могут собираться, торговаться, общаться. И, скорее всего, эта зона где-то будет на нейтральной территории. Может быть, на каком-нибудь острове, который будет побольше. Вот типа вот этого бункера. Это вообще идеально подходит на самом деле. Вот этот вот бункер, тем более у него зеленый, видите, нарисованный сверху. То есть он безопасный. По-любому вот этот бункер будет убежищем, в котором мы можем общаться друг с другом и обмениваться предметами и так далее. Но это тоже очень тяжелый вопрос на самом деле. Так, что у нас дальше? Шестой вопрос. Внесите ли... Ну, вот как раз таки, смотрите. Сделаете ли вы нейтральную зону? Как зона взаимодействия чата или торговых позиций? Если вы имеете в виду какое-то убежище, где игроки могут общаться и между собой взаимодействовать, то да. О чем я и говорил. Прикиньте, общая база онлайновая, где будет куча чуваков, где будет куча лагов, где будет тысячи людей стоять, и ты не сможешь двинуться. Как-то они это по-любому должны очень грамотно сделать. Вот вы сами как думаете? Вы туда в бункер будете заходить, а сколько людей? Десять миллионов скачиваний? Всего лишь на девять серверов разбито. И что, хотите сказать, по миллиону на каждый сервер? Представляете, полмиллиона в бункере сидит и такие, здорово! Это как-то будет на континенты, что ли, раскидано? Допустим, на каждые... Даже... Даже... Я даже не представляю, как это даже на... На... Пускай на 500 человек, да. Вот на 500 человек рядом с картой, как они будут себе приходить, что будет твориться. Я даже так себе не представляю, как это будет выглядеть. Седьмой вопрос. Видя, как вы хотите, чтобы игра была реалистичной в какой-то мере, будет ли это? Ну, есть такая возможность. Мы думали об такой возможности, но я думаю, это не будет реализовано в ближайшем будущем. Но я лично считаю, что это отличная идея, и с ней будет весело играть. Я не думаю, что какой еще нахрен реалистичность. Игра и так тяжелая, люди выбивают бензобаки по 4 месяца, а то и больше. Она не то, что реалистичная, сейчас она хардкорная. Тогда что они понимают под словом реалистичная? Мне вот это интересно. Реалистичная типа как? Типа тебя зомби укусило, ты сдох, что ли? То есть, получается, зомби же, они вирусные чечелики. И если тебя будут хавать, ты просто... Ну, я не понимаю, в чем слово реалистичность здесь подразумевается. Бензин кончается, по идее, тут остались болезни только, погодные условия, чтобы тебя заносило, чтобы ты лопатой дом копал, да? Чтобы выйти из своего дома, тебе нужно будет копнуть там лопатой. Или пришел у тебя дом, просто с топором взломали дверь, потому что она деревянная. Какая реалистичность? Немножко я не понял. Восьмой вопрос. Можем ли мы играть с геймпадом? У нас есть такая задача где-то между срочными задачами. Это будет круто, но не скоро. В то время как мы уже подготовили интерфейс. Вот это тоже прикольно. Прикиньте, такой развалились. Геймпад в вашу мобилку вставили и сидите лупите на геймпаде. Это было бы вообще прикольно. Но мне кажется, это было бы немножко, может быть, тяжелее, чем пальцами своими большими. Но идея классная. Смогу... Можно ли красить стены? Вам это действительно нужно? Какая прекрасная причина для рисования красок? Для... В смысле... Какая хорошая причина? Формить краски. То есть вы прикиньте, сколько красок надо формить, чтобы ваш дом был в зелено-фиолетовый цвет. Ага, потом давайте скины еще сделаем, да? У кого-то будет там всякие надписи непристойные или еще что-то. Ну и вопрос реально прикольный. Но это будет упираться все в фарм красок. Является ли какая-либо хардкорная... А, являются ли какие-то хардкорные локации в планах? Трудно сказать, что можно считать хардкорным местом. Потому что для некоторых... О, они даже ответили на мой... То есть они ответили то же самое, что и я сверху говорил. Игроков даже бункеров слишком сложно завершить. Вот именно! Я тут еще про бензобак что-то рассказываю. Здесь сами разработчики говорят, что некоторым людям даже бункер-то тяжело завершить. Так что трудно ответить. Но да, в игру приходит много проблем. Ну, в смысле, не проблем, а всяких новшеств, всяких челленджей. Интересно. Вот такие вот были вопросы, получается, у нас в Фейсбуке. И сейчас, я думаю, что мы плавно перейдем на быстрые вопросы-ответы в этом, как ее, ВКонтакте. Посмотрим, что здесь у нас. В игре будет возможность выращивания ягод на базе. Если будут деревья, будут ягоды. Ну, это примерно тот же вопрос, что и был там. Там они говорили про то, что можно рандомно что-то будет выращивать. Ну, в смысле, само росло, да? Рандомно деревья, там камни, еще что-то. А здесь приближенный ответ. Дальше что? Будет ли поддержка геймпада? Это мы уже читали. Можно ли будет красить стены? Нет. А надо? Да здравствует фарма краски. Лол. А там они сказали, что типа, а вам надо? А здесь прямо четко говорят, что нет, не надо. Будет ли поддержка геймпада? Да, это поговорили. О, смотрите, интерфейс уже подходит. Здесь вопросы задают. Показать? Конечно, показывайте. Смотрите, каждый вопрос и ответы друг друга дополняет. В Фейсбуке и ВКонтакте. Можно ли будет играть по точке доступа? У нас немного другие идеи и задачи. Опа, на. Изначально мы это не планировали. И сейчас менять курс не собираемся. Возможно, в далеком будущем, возможно, не в этой игре. Не понял. А как? Я что-то немного не... Я вот, вот, я реально не понимаю. Я в прошлом ролике вас просил мне объяснить, что такое по точке доступа. Типа, я создаю точку Wi-Fi, что ли, он ко мне подключается? Зачем? Когда есть сервера. То есть вы там начнете опять друг другу дюпы друг другу передавать по этой точке доступа. Сто процентов. Поэтому ее и не будет. Может ли вы дать возможность масштабировать миникарту? Нет. Оружие будет носить критический урон. Лол. Классный вопрос. С луком уже можно критовать. Но это... Нет. Лук... Слово критовать, это немного другое в играх, я считаю. Лук бьет в этой игре, я бы сказал, более рандомно. Просто рандомно. Тупо. Знаете, механика простая. Чем больше ты тянешь тетиву, тем больше урон. Но ты можешь приусердствовать, и поэтому твоя стрела не попадает. То есть натяг зависит от урона. А крит это рандомное значение, которое удваивает обычный урон. Вот что такое крит. Поэтому это не критический урон 100%. Это... Ну, короче, они отмазались так. Вот что это. Ну, я так, по крайней мере, думаю. Хотя, можно тоже назвать лук крит уроном. В принципе, кому как удобнее. Какая разница. Вы реально, может, на 13 или, может, и на 8. Вот у вас типа критануло. Будет ли суперсложная локация? Если да, то какие? Сложно сказать. Кому-то и бункер кажется суперсложным. Понял. Сколько будет человек в клане, рейде, базе... Во! Смотрите, более раскрывающий вопрос, про который я вам говорил бункер. Смотрите, сколько будет человек в клане, рейде, базе, чате. На данный момент говорит о таких вещах рано. Вот. Помните, я вам еще прикалывал? Типа, вот, чуть-чуть позже в этом же ролике. Что, а как это сделать? 100 человек даже забьет бункер, допустим. И что творить? Будет ли в игре репутация? Вот это классный вопрос. Да, мы планируем когда-нибудь добавить в игру и это. Про что я и говорил. Вы приходите в всякие ивенты и постоянно всех убиваете. А тут у вас уже от репутации вы будете сами мародером или хорошим чуваком. Это будет показываться и потом вас самих будут валить люди, если будет онлайн. Будет ли зомби сбегаться на звук топора и кирки? Зомби будут реагировать на любой шум. Конечно, не толпой сбегаться на первый же удар, но активнее, чем сейчас. Про это тоже говорили в прошлых вопросах. Вот, в принципе, и все, ребята. Все вопросы и все ответы по игре Last Day on Earth Survival. Ждем обновления. Надеюсь, на этой неделе оно будет. Просто вообще вот скрестим пальцы, чтобы оно появилось. С вами был Лего. Давайте, ребята, по стариночке 2000 лукасов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok